всем привет меня зовут наталья у нас сегодня пасмурно поэтому захотелось чего-то яркого и сочного если вам интересно как я сделаю этот бантик оставайтесь со мной и не забудь подписаться кстати эти асимметричные кабошоны я покупала в магазине ассоль ссылка на сайт внизу в описании а также сверху будет подсказка на взор из этого магазина возьмем два отрезка репсовой ленты 4 сантиметров на 18 с половиной сантиметров и сделаем обыкновенный классический бантик как это делается смотрите в предыдущих моих мастер-классов дальше мне понадобится два отрезка кружева 4 сантиметров на 40 сантиметров собирая два отрезка на одну нить и стягиваю а Для верхнего элемента я взяла органзу 2,5 см на 3 метра и прошиваю посередине, стягивая нить. После того, как всю ленту я прошила, завязываю кончики нити, но не сильно стягиваю, чтобы в бублике было отверстие примерно 13 мм. Теперь снизу и сверху приклеиваю кусочки фетра, при этом сильно нажимаю, чтобы клей хорошо схватился. Продолжение следует... Еще я для декора взяла шаблон листика, который можно нарисовать самостоятельно. Обведу его на эко-коже и вырежу. Теперь только осталось приклеить кабошон вместе с листочком и еще я украсила вокруг все бусинами. Получились вот такие яркие бантики для поднятия настроения. Как вам? Понравилось? Обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. И конечно же подписаться на канал. Ну и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Если вы делаете свои работы по моим мастер-классам, то находите меня в инстаграме, в одноклассниках, вконтакте и скидывайте свои фото. Иногда в своих видео я буду показывать ваши работы. Мне так приятно, что мои видео вас вдохновляет. Ссылки на мои соцсети в описании под видео. Я хочу сказать всем огромное спасибо, что смотрите мои мастер-классы, делайте по ним свои работы, что-то добавляете свое. А также делитесь моими мастер-классами у себя на страничках. Мне очень важна обратная связь от вас. Все девочки молодцы, работы красивые, аккуратные. А ну а всем пока-пока и до встречи в следующих видео.